В актовом зале Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялся праздничный концерт в рамках Дня индийской культуры. В Индии несколько регионов, где культура и традиция отличаются друг от друга, поэтому будут представлены все регионы. Конечно же, это культура, самое главное, а также адаптация, чтобы ребята были более открыты к окружающим, не стеснялись показать свою культуру, не боялись сцены, не боялись выступать. Индия – страна с экзотической и загадочной для большинства европейцев культурой. Обычаи индийского народа достойны уважения и особого внимания. Например, индийский танец – одно из главных достоинств Индии. Это искусство появилось более 5000 лет назад. Благодаря этому танцу индийцы духовно совершенствуются и развивают эстетические чувства и ум. Кроме того, развивается еще и гибкость тела и артистизм. По сложности все индуистские танцы сложнее, чем занятия каким-либо другим видом хореографии. Именно поэтому они оказывают благотворное воздействие на тело и весь организм человека. Сложные танцевальные комбинации, выполняющиеся быстро и с предельной концентрацией, укрепляют тело и положительно влияют на психику. Благодаря тому, что нам помогали департамент внешних связей, что мы с ними как-то могли связаться. И мы обсуждали эту тему, что мы тоже хотим как день индийской культуры. И наконец-то нас разрешили и мы отвечаем сегодня. По словам ответственных лиц, на концерте присутствовало более 250 гостей. Нельзя не упомянуть, что торжество Альма-Матер проводит впервые, но уже дарит незабываемые эмоции студентам и профессорско-преподавательскому составу. Отметим, что организатором проведения мероприятия Дня индийской культуры стал Казанский федеральный университет. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюс.